А начнем мы с прекрасного. Буквально через минуту к нам присоединится самая красивая девушка России по версии жюри национального конкурса красоты и одна из самых прекрасных девушек мира Яна Добровольская. Напомню, в апреле уходящего года Тюменко стала лучше из 50 претенденток на корону со всей страны. Яне Добровольская всего 18, она профессиональная танцовщица, прославленного на весь мир Формейшн Вера, однако после победы жизнь девушки изменилась. Во-первых, пришлось перебраться в Москву, во-вторых, именно она от России боролась за коронами с мира. К сожалению, повторить в этом успех предшественнице не удалось. Напомню, в 2008 году Ксения Сухинова сумела выиграть этот титул. Тем не менее, наша страна была представлена на высшем уровне. Ну, и так градус повышается, Яна Добровольская уже здесь, самая красивая девушка России и одна из самых красивых девушек мира. Яна, добрый вечер. Вас как часто можно встретить в Тюмени? Добрый вечер, друзья. Катюша. Знаете, сегодня я приехала отмечать Новый год в свой любимый город со своей семьей, со своими друзьями. Так зачастую я приезжаю в Тюмень, и в том числе для подготовки к конкурсам из мира были задействованы профессионалы в сфере хореографии, в сфере съемок видео для благотворительного проекта. И, как вы знаете, благотворительный проект также проходил в Тюменской области. Так что очень часто и по работе, и для того, чтобы видеть за семьей, конечно же. Ну, если вернуться к конкурсу красоты, как изменилась жизнь? Ну, кардинально, конечно же, изменилась жизнь. В первую очередь я переехала в город Москва, теперь проживаю там. И все привычки, мой образ жизни, который ежедневно включал в себя раньше тренировки, учебу, все изменилось. Теперь я приезжаю на учебу для того, чтобы, конечно же, закрыть сессию, для того, чтобы свои знания также пополнять в хореографии, так как я учусь на педагога-хореографа. И теперь все изменилось. Ну, вот, да, кстати, в некоторых своих интервью вы говорили, что хотите стать хореографом, преподавателем. Потом вы стали говорить, что вы хотите связать свою жизнь с телевидением. Мне всегда была интересна сфера телевидения и хореографии, и я думаю, что мне удастся совместить две моих таких стези. Что касается Нового года, как вы его планируете отмечать? Может быть, что-то у вас есть из прошлого, что запомнилось с Нового года? Знаете, я никогда не забуду, я очень люблю получать подарки, и сюрпризы для меня это всегда очень запоминающиеся, но дарить подарки – это самое-самое любимое мое занятие. И первый Новый год, когда я сама подарила подарки всем своим близким, это было несколько лет назад полностью, всем родным, близким, друзьям, это навсегда такое событие для меня памятное, потому что эти эмоции, когда ты угадываешь то, что человек вдруг захотел, и ты подчеркиваешь какую-то изюминку этого человека в своем подарке, это просто замечательно. Ну, совет нашим зрителям, как угадать с подарком? Ну, все-таки нужно подумать, чтобы этот подарок был не просто красивый, а полезный, чтобы его не поставили куда-то в угол и забыли, а чтобы пользовались и всегда помнили, кто же его подарил. И пусть будет какая-то изюминка, которая будет подчеркивать индивидуальность человека, который его получит. Ну, и завершая нашу беседу, может быть, поздравления? Да, конечно, дорогие тюменцы, я поздравляю вас с Новым годом, желаю вам побольше настроения, побольше подарков, побольше эмоций, и пусть следующий год будет таким же замечательным, как этот, и включает в себя как можно больше памятных событий, чтобы вам всегда было что вспомнить. Будьте здоровы, счастливы и улыбайтесь. Итак, Яна Добровольская, самая красивая девушка России, мисс Россия-2016. Мы вас также поздравляем с наступающим Новым годом, ну и отпускаем в народ, что называется. Подождите, пожалуйста, Яна, не уходите, у нас к вам вопрос от зрителей. Катя, ждем. Да, вопросы от зрителей. Нашу зрительницу зовут Катюша. Мне, как коренной тюменке, очень интересно, скучает ли Яна по родному городу, и не собирается ли она здесь пожить какое-то еще время. Так. Катюша, спасибо большое за вопрос. Я, конечно же, скучаю, но я очень часто приезжаю в Тюмень, и несмотря на то, что сейчас я проживаю в Москве, я продолжаю трудиться и добиваться успеха в пользу нашего родного города. Так, спасибо, друзья. У кого есть еще вопросы, может быть, так. Какое самое было сложное испытание на конкурсе? А на конкурсе Мисс Мира или на Мисс Россия? На Мисс Мира все-таки я не могу выделить, что это самое сложное, но этот конкурс включает в себя очень много аспектов, и вот эта общая масса, конкурс талантов, костюмы, благотворительный проект, и все вместе было действительно непросто. Так, друзья. Все, я так полагаю, вопросов больше нет, что уж мы вас... Да, с нашей стороны тоже вопросов нет, мы передаем слово нашим коллегам. Еще раз спасибо. Ну а теперь самое время, наверное, поговорить о спорте.